Еще раз здравствуйте, дорогие друзья! Вы, как всегда, или не как всегда, на моей кухне. Просто хочу показать, какой рецептик из красной рыбы я буду готовить. А, ну да, забыла же рассказать одну историю. Сейчас. Вот это у меня футболка Карл Лагерфелд. Также у меня есть очки. Я купила еще, живя в Бруклине, из фирменного магазина в Манхэттене, но я онлайн заказала. У меня есть две футболки черные, фирменные Карл Лагерфелд. И я их купила в Среда. Я вам рассказывала, что этот магазин, туда люди со всей Америки, магазин онлайн, сдают свои вещи. Кто сдает новые, кто чуть поношенные. Ну, конечно, там идет отбор вещей хорошего качества. Вы понимаете, что они не будут продавать абы что. Этот магазин я уже знаю очень давно. И когда-то раньше там были очень хорошие, качественные, фирменные вещи по недорогим ценам. Как это происходит. Люди, у которых много всего. Вы же знаете, что у многих людей в Америке, которые, естественно, коренные американцы, у них целые комнаты, как наш плательный шкаф, то есть гардеробная. И многие там даже женщины какие-то известные отдают свои наряды. И знаешь, от кого эта вещь. И я купила там себе эти футболки несколько лет назад. Они не были дешевые и не были очень дорогие. Я даже не помню, сколько они стоили. Но какую историю я хочу рассказать. Я работала в гастроэнтерологическом офисе. Так, дочка моя пишет. И это был 19-20 год, и у меня уже эти футболки были. И доктор, когда увидела меня в такой футболке на фронт-деск, рядом стояла какая-то женщина наша, ну, русскоязычная. Говорит, ой, у тебя настоящий Карл Лагерфелд. Вот, классная футболка, потому что люди разбираются в качестве. А доктор такая стоит, и так оцепенела немножко. Потому что она знает, что это очень дорогие вещи. Она говорит, да, это говорит какая-то надпись. Что типа нет, у меня футболка какая-то. У меня, у женщины на фронт-деск не может быть какой-то фирменной футболки. Но она же не знает, с какого сайта я покупаю. То есть, доктор меня опустила. В психологии это вот такое понятие. Она тебя типа опустила. Да, что ты, другими словами. Разве она может купить себе какую-то дорогую вещь? Но пациентка оказалась права, естественно. Я, конечно, смолчала. А мне надо было сказать, нет, доктор, вы не правы. Это фирменная футболка. Только с более доступного магазина. Вот так-то. Вот об этом я хотела рассказать, потому что я принарядилась в Friday night. Вышла к вам в эфир с вами поговорить, так как вы понимаете, что мне не хватает общения. И всякие истории рассказываю. Я теперь дочке отвечу и включусь опять. Что у меня здесь есть? Красная рыба я порезала по кусочкам. И шкуру содрала с нее. И засыпала приправой для красной рыбы. Дальше. У меня тут мука. Она ржаная мука. Хочу попробовать и тут. Три яйца я взбила. Хочу дать куркуму. Яйца. Сейчас я включу сковородку. Я всегда жарила только в муке, даже со шкуркой. А это я хочу поджарить как от бивнушки. Сейчас дам чесночок, возьму. Так, где у меня чесночок? Чесночок и сухой лучок. Яйца пока стоят на столе. Вдруг мне еще понадобятся. Так. Я взяла вместо чесночка, по-моему, кунжут. Да, кажется, это кунжут. Чуть просыпалась. Вы знаете, я сделаю немножко кунжутом. Посыплю парочку. Так. Я так первый раз сделаю. Этот рецепт я ни у кого не подсматривала. Ничего. Это дам сухого лучка в яйцо. Так. Сразу его пока в сторонку уберу. И хочу взять чесночок. Естественно, чесночок для рыбы-то первое дело. Я взяла такой покрупнее чесночок, чтобы он ощущался на рыбке. Ну-ка я кунжут попробую. Ну, не знаю. Как-то модно с этим кунжутом. Но я бы не сказала, что я так прям в восторге от него. Не знаю, я зачем взяла. По-моему, какой-то там рецепт я просматривала. Сейчас возьму масло. И фарту, фарту забыла. Сейчас залью масло. Тоже пока в сторонке отставлю. И забыла фарту одеть. Так, сейчас проверю свое плечо. Иной раз болей больше, другой раз меньше. Иной раз могу завязывать. Так. О, хорошо. Отличненько. И что я поставила? Почистила картошечку. Поставила картошечку в синей кастрюльке. Понемножечку пусть варится. Так, масло уже нагрелось. Я чувствую, из него дым идет. Сейчас. Сейчас эта штуковина орать будет. Американские прелести. Наяву. Не во сне, а наяву. Так, сейчас сюда вставлю яйцо. Так. Сюда поставлю муку. Олексу включать не буду. А то будет опять Ютуб меня банить. Потом меняй музыку, еще что-то, еще что-то. Лучше вообще без музыки. Я уже поняла. Да, на самокате тогда каталась. Снимать на нем, конечно, можно иногда. Но всю дорогу снимать невозможно. Все равно трусится. Потом включай музыку. Потом начинаешь что-то говорить. Музыку опять нужно удалять. В общем, пока ведь я стараюсь без музыки это все делать. Я, если честно, вот у других. Так, сейчас я Олексу уберу, наверное. Вот сюда ее. У других, кого я смотрю, мне тоже нравится больше без музыки. Ну, во-первых, музыка. Не всякая музыка всем по душе, правильно? И я выбираю из того, что представлено мне в моей программе. И не всегда есть та музыка, которая подходит. Не так. Муку сюда поставлю, а рыбку сюда. Ну, в общем, я люблю даже больше без музыки. Слушать людей и смотреть. Я, если и буду на самокате куда-то ехать, я теперь не буду снимать всю дорогу. А я буду так останавливаться, что-то там сниму. Немного остановлюсь, если будет какой-то пейзаж интересный. И буду показывать... В общем, если я задумаю приехать в какую-то точку, то я доеду до той точки и сниму вам вот эту местность. Или буду останавливаться, телефон выбирать из держалки самокатной. Телефон будет выключен, вы не будете руку мою видеть. И буду снимать местность, понимаете? Потому что снимать с телефона, когда самокат едет, не очень хорошо. И потом не знаешь точно, что тебе нужно включить, чтобы людям было интересно. Я добавлю соли в яйцо. Потому как я добавила все, а соль не добавила. Так, ну, поехали. В общем, рыба получится как методом отбивной. Назовем жарькой рыбы методом отбивнушек. Так, сейчас я сполосну руку. И возьму опять кусочек рыбки. Сначала я ее... Ну, такие кусочки, видите. Конечно, я ее не отбивала. Потому что там нечего будет ложить на сковородку. Так, вау. Огонь. То меньше, то тише. Не поймешь, что хочу. Вот такие кусочки. Сейчас я поставлю на сковородочку. Все. Я скажу, что... Красная рыба мне нравится больше всего. Из всего, чего я попробовала... Красная и беленькая. Так, ну что там? Экспериментируем. Я поставила на медленный огонь, чтобы оно хорошенько прожарилось. Ну вот, посмотрите. Получится как отбивнушки. Рыбные отбивнушки. Включусь потом. И мы с вами посмотрим, прожарились ли они в серединке. Я включилась, чтобы вам показать первый кусок, который я поставила, самый первый. Пахнет вкусно. Ну вот, он сготовился. Я его должна попробовать. Очень вкусно. Можно соли добавить больше. Одобряю. Метод отбивной. Метод отбивной прошел успешно. Ну вот, дорогие друзья. Рыбка моя. Вот такая получается. Прекрасненькая. А запах какой. Супер. В общем, жарьте рыбку без шкурки, любую по методу отбивнушек в муку и в яйцо. Всего вам самого хорошего. Редактор субтитров А.Mc Marketing. Корректор А.D hemos работado. Корректор А.D